Ивановские спортсмены вернулись с первенства Европы по киндо, которое проходило в сербском Белграде. В состав национальной сборной вошел Ивановец Алексей Савлуков. В командном турнире он завоевал серебро. Для региона это первая медаль на соревнованиях такого уровня. Надо отметить, что на сегодняшний день наш клуб существует 15 лет и, наверное, это самый высокий результат. И вот в данном случае Алексей член национальной сборной России по киндо. Уже один из самых, скажем так, первых, кто пришел в наш клуб и уже на протяжении 8-9 год тренируется. И вполне закономерный результат. Ну, опять же, это самый высокий результат в жизни нашего клуба. Алексей неоднократно защищал честь Ивановской области на всероссийских турнирах. В командном зачете занимал третьи места. Подготовка к европейскому первенству началась за полгода. Усиленные тренировки по пять раз в неделю, совершенствование техники владения мячом. Вместе с напарниками из Новосибирской области и Сахалина Алексей провел шесть непростых боев. В финале мы встретились с сербами, хозяевами соревнований. Первый наш участник моей команды, он расстоял поединок в мтью. Второй участник, он проиграл со счетом 1-0. И вот это пропущенное очко, из-за этого пропущенное очко мы проиграли. Я уже выходил третьим, я делал все, что можно, чтобы добить победу. Но меня не получилось. В следующем году Алексей Савлуков, когда ему исполнится 18, планирует вновь поехать в Европу, уже на чемпионат. Чтобы быть готовым к соревнованиям такого уровня, необходимо не меньше пяти лет усердных тренировок. Сейчас в региональной федерации готовят киндоистов не только российского, но и международного класса. У нас сейчас подросло поколение спортсменов, которые тренируются на протяжении уже 6-7 лет. В общем-то, мы готовы получать высокие результаты. Предстоящие турниры у нас будут, всероссийский турнир в Анапе, юношеские игры боевых искусств и чемпионат России в Казани, который будет в октябре. В общем-то, мы к ним готовимся уже и ожидаем хороших успехов для того, чтобы отобраться опять в национальную сборную и поехать на чемпионат Европы в апреле 2020 года. На сегодняшний день киндо в Иванове занимается более 50 детей и около 20 взрослых. Тренеры рассчитывают, что в скором времени крупные победы в копилку сборной будут приносить не только юноши, но и девушки. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново. Максим Серебряков, РТВ Иваново.